Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Мало или ветер не такой сильный, чтобы давать энергию?" Ну, здесь несколько ответов. Ну, во-первых, это был ветряк не новый. Это нам немцы, наши друзья, подарили его. И, значит, сколько-то лет они финансировали техобслуживание этого ветряка, так сказать, там, ремонт, поддержание в работоспособном состоянии этого ветряка. Пока немцы платили, ветряк работал. Немцы перестали давать деньги, ветряк остановился. А что, это дорогое удовольствие? Казалось бы, ну, крутится, крутится. Ну, там, очередной, есть какое-то ежегодное издержки на, так сказать, обслуживание. Амортизацию. Да, и амортизацию, да. Ну, и потом, Псковская область, она не является энергодефицитной. То есть, электроэнергии у нас хватает. Поэтому та мощность, которую ветряк вырабатывал, она так особо энергосистеме, и, в общем-то, и не нужна была, по большому счету. Это вот второй момент. Третий момент. Мощность номинальная ветряка, ветряк развивает номинальную мощность при скоростях ветра 10-12 метров в секунду примерно. В нашей Псковской области такие ветра бывают достаточно редко. Среднегодовая скорость ветра по Псковской области примерно 3,5 метра в секунду. 3,5. Даже на Читском озере, где, казалось бы, там... Ну, там, да, прибрежные там, конечно, дуют, но, говорю, вот средняя. То есть, для того, чтобы определить точку установки ветряка и целесообразность, составляется так называемый ветровой кадастр. По данным длительным метрологических исследований, да, значит, там рисуется эта карта ветров, скорость этих ветров и так далее. И потом уже только проектируется эта установка. Я сказал, номинальная мощность – это вот 10-12 метров в секунду. Но эта мощность зависит от скорости в третьей степени. То есть, если скорость 3 метра в секунду, то он вырабатывает где-то примерно в 8 раз меньше. Не в 3 раза, а в 8 раз меньше. Ну, поэтому, говорю, ветряки можно и нужно, наверное, располагать там, где дуют постоянные ветра. Более-менее стабильные – это приморские районы, это так называемые офшорные ветроэлектростанции, которые вообще не на земле строятся, а в море строятся. У нас такие есть? Есть в Калининграде. В Калининграде есть. Там года 3, наверное, назад было установлено, по-моему, 3 ветряка достаточно мощных. Первый же шторм один из ветряков разрушил. То есть, там вторая проблема – это когда штормовые ветра, скорости ветров, значит, там, 25-30 метров в секунду и сильнее, то это, в общем-то, тот ветер, который может ветряк вывести из строя. Те два других вроде устояли, а этот… Ну, то, что было на Ческом озере, значит, он какую-то энергию давал. Давал, конечно, конечно. А куда он? Кто там? Ну, я не знаю, честно говоря, где он был подключен в сеть. Я думаю, что он все-таки выдавал в сеть, не централизованную. Централизованную. В сеть, да, выдавал в мощность. А кто в этом был заинтересован? Кто и биолог этого, так сказать, был? Не знаю. Историю вопроса я просто не знаю. Ну, вот я недавно прочитал о том, что Финляндия традиционных источников энергии отказывается, но электричество у нас вообще покупать не будет, переходит на ветряки и энергию солнца. То есть, будут устанавливать батареи. Ну, там-то какое солнце в Финляндии-то, вот, наш регион, по сути, делает? Ну, здесь, знаете, тоже вопрос не такой простой. Одна из проблем – это действительно, ну, сейчас климат меняется, все больше, значит, каких-то вот таких экстремальных условий, ураганы, ветра, перепады температур. Все это крайне неблагоприятно влияет, вот, как раз именно на ветроустановки, там, те же солнечные электростанции. Ну, что делать вот с теми солнечными в Финляндии, а северная страна, если их засыпало не просто снегом рыхлым, который можно смести веником, значит, а эта ледяная корка и так далее. Чем соскребать вот эту ледяную корку из солнечных панелей. Но в Финляндии, там, может быть, почему они ориентируются на, в том числе, на вот это направление? Мы же потребляем не только электроэнергию, вот, как потребители, да? Нам нужно тепло, нам нужен газ, ну, и электроэнергия для наших нужд. И вот, если посмотреть в структуре нашего потребления энергоресурсов, в частности, на уровне коммунального хозяйства, да, то порядка 70% приходится именно на теплоснабжение, теплоснабжение. И вопрос в том, а где взять, откуда это тепло взять? Вырабатывать на тепловых, например, станциях, да, значит, и направлять централизованно потребителям это тепло, либо строить котельные, сжигая топливо, сжигаемое, там, газ, уголь, мазут. То есть, где взять тепло? Так вот, про Финляндию я тоже читал, что у них очень популярная идея, которая у нас в России, ну, почти, так сказать, вот, неизвестна мне вот такое широкомасштабное использование, это использование тепловых насосов для обогрева жилищ. И, значит, с помощью тепловых насосов они покрывают большую часть своей именно тепловой вот этой нагрузки, теплового потребления, да. И тогда электроэнергия нужна только для электрических потребителей. Для лампочки, да? Для лампочки, грубо говоря, да, там, нашей бытовой техники и так далее, да. Ну, поэтому решили, так сказать, экспериментировать, пускай экспериментировать. Амбициозный проект, как сейчас говорить. Замечательно. Ну, здесь же, понимаете, здесь же еще важен второй аспект. Внедрение, значит, ну, вот всяких новых энергоустановок двигает вперед научную мысль, инженерную мысль, технологию производства, значит, там, строятся заводы, рабочие места и так далее и тому подобное. То есть, такие источники энергии, как ветряки и солнечные батареи для России, в общем-то, будут не характерны. Ну, может быть, где-то... Ну, Россия, видите, Россия у нас огромная страна. Да, да, поэтому если мы говорим о, как бы, вот, ну, северной части России, вот, на уровне, там, Пскова и выше, да, то я думаю, что нет. Это неэффективно. Вот если на территории России выделить районы, где дуют постоянные, значит, и достаточно сильные ветра, то вот почему бы не развивать там и ветроэнергетику. Но мне кажется, что все-таки для России более было бы целесообразным, и вот здесь мы тоже отстаем, к сожалению, использование других альтернативных источников, в частности, это биогазовые установки. Это что? Это производство... Отходы производства? Отходы производства, в том числе навоз и так далее, которые перерабатываются в метан. Ну, сами технологии известны уже более пяти тысяч лет. В Китае они повсеместно используются, и там порядка десяти процентов потребности, ну, в энергии, да, получается за счет биоустановок. Индия на передовых позициях, в Соединенных Штатах там более десяти процентов в общем энергобалансе вырабатывается на биогазовых установках. Почему у нас только в 2009 году была построена первая биоустанция, ну, более сколь-либо заметная, там порядка трех мегаватт, по-моему, мощности, в Калужской области. 2009 год. Там пять тысяч лет, а у нас десять лет, да? Хотя есть планы строительства таких, где-то примерно порядка там тридцати штук по России. Но это частный капитал, частный инвестор, государство здесь, ну, как бы мало принимает участие в этом направлении. Наверное, только частный инвестор, наверное, не сможет эту проблему поднять. Нет, вот на самом деле частный инвестор может. Это крупные агрохолдинги, крупные сельхозпроизводители, где много вот этих отходов. Вот они могут это поднять, они могут это поднять, и именно агрохолдинги, вот эти первые станции и построили в России. Вот они построили. Здесь, наверное, могло бы и государство как-то стимулировать, да, вот это направление. Почему? Ну, вот смотрите, наш там замечательный Великолудский мясокомбинат практически по всей России торгует своей продукцией. Сейчас они планируют расширять производство, там где-то, по-моему, в Лопоческом районе, еще где-то. Но где они собираются навоз хранить? В открытых навозохранилищах. Ну, это безобразие на самом деле, да, потому что с одной тонны навоза получается примерно 50 кубометров метана. С одной тонны навоза. И после этого навоз становится, если он в биогенераторе работает, навоз становится прекрасным удобрением, уже который вот обеззаразился и так далее. Это вот то, что дачники, так сказать, да, покупают. Ну, двойная выгода получается. Мы получаем... А, далее. И биогаз, биогаз по себестоимости, стоит примерно в полтора раза дешевле, чем природный газ. Вот еще интересная вещь какая. Это выгодно, безусловно, выгодно, да. Сами биореакторы вот эти, они несложные по конструкции. То есть, здесь бы и российские производители могли, так сказать, наладить выпуск этих биореакторов и так далее. Но со стороны, я считаю, правительства, государства должен быть... Если мы еще и за экологию боремся, за экологию боремся, то вот все, по крайней мере, крупные птицефабрики, свинофабрики, их нужно, когда они строятся, планируются, их нужно просто обязывать, значит, вот этот свой навоз, направлять, строить биогазовые установки, а не хранить это в открытых навозах, хранилищах. Да, у нас свинофабрики здесь развивают очень активно. Я представляю, сколько можно было. Я помню, когда была дискуссия вокруг свалки, она в городской черте, то тоже такая идея была, что этот газ, метан можно... Есть, совершенно верно. Технологии уже отработаны эти, ведь японцы там себе площади приращивают таким образом, устраивая на берегу, значит, эту свалку, трамбуя, дальше, значит, опускают туда трубы, собирают этот метан, когда все это переработалось, они дальше вот строят уже то, что им надо строить. Мы не знаем, что со свалками делать, да, значит, ну, давайте сжигать этот мусор, давайте сортировать, пока это все вот как бы... Хотя технологии есть. Технологии есть, да, технологии есть. То есть вот в биогенераторе могут работать любые отходы. А наша свалка – это вообще колондайк такой, там столько лет ее использовали, и все это осталось законсервировано, и мы не знаем, что делать. То есть биотехнологии там может работать все, что угодно. Вот это процесс брожения, да, то есть там, так сказать, надо запустить этот процесс бактерий, которые это дело все разлагают. Еще одно направление, которое, мне кажется, актуальным в России, здесь вот даже, честно говоря, обидно, так сказать, за отечество, ведь когда Европа жила еще там при свечах и лучинах, что называется, да, в России в 1816 году нашим инженером Соболевским была построена установка, которая называлась термоламп, которая, значит, вырабатывала вот этот светильный газ, так называемый. В 1835 году, что у нас уже, по-моему, 20, больше 20 городов имели освещение, освещение, уличное освещение с помощью, ну, такими газовыми фонарями. Европа это еще и видеть не видела. Значит, вот керосинки там где-то вот ходили эти, зажигали по ночам, да, на улицах. А у нас уже было централизованное газоснабжение. К концу 19 века в России было более 200, 240, по-моему, заводов, уже заводов, на которых в промышленных масштабах получали вот этот газ. Ну, это так называемые газогенераторные установки. И это направление в России очень активно развивалось где-то до конца 50-х годов. В 50-х годах было много заводов, но потом, ну, вот были приняты партийные решения на уровне партийных, как бы, решений, что дрова, это сажа, наверное, и так далее, а тут вот голубое топливо, да, вот открыли месторождение уже природного газа и потихонечку это направление свернули. Хотя, ну, мы все помним, те же автомобили во время Великой Отечественной войны ездили с этими, с газогенами, так называемыми, да, но с этими установками. То есть установка проста до безобразия. Вся идея, принцип ее действия, это не пол, это сгорание древесины, либо любых других отходов в условиях недостатка кислорода. В результате выделяются горючие газы. Вы думаете, что это и сейчас можно прийти? Это чрезвычайно актуально, это чрезвычайно актуально, да, и сейчас, почему говорю обидно за Россию, да, то есть у нас эти работы были свернуты в конце 50-х, начале 60-х годов. Прошлого века. Ну, 20-го теперь получается, да, были свернуты. А сейчас итальянцы, немцы выпускают комплектное модульное оборудование газогенераторное. Пришел, купил, поставил, загрузил дрова раз в 5 дней, и оно работает. И это три в одном. То есть это газогенераторная установка, она позволяет получать горючий газ, ну, например, для нужд приготовления пищи, да, вот если я привязываюсь к частному, например, дому владению, да, для нужд готовки, позволяет получать тепло для отопления и позволяет получать электричество, то есть направляем этот газ в двигатель внутреннего сгорания, который крутит генератор и вырабатывает электричество. Чем ценны вот эти технологии, биотехнологии и газогенераторные? Они не зависят от климата. Они работают в режиме постоянной нагрузки, то есть в наиболее экономичном режиме. Почему, вот говорю, плохо, ветер, солнце, да, солнце то светит, ветер дует, не дует, а это работает. Это всегда работает. Это всегда работает. В масштабах России, ну, Россия, конечно, особая страна, потому что у нас огромная территория, да, где-то, кажется, пусто, густо, где-то пусто по плотности населения и так далее. Вот. И делать централизованные сети электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, ну, каким-то отдаленным поселениям, ну, это просто экономически невыгодно. Совершенно нецелесообразно. Там должны быть свои источники генерации, свои местные, в каждом поселочке, в каждой деревне. Но у нас нет таких? Да нет, к сожалению, да? Казалось бы, просто, да? Да, нет этого, нет. А что для этого нужно? Да ничего для этого не нужно. Желание. Воля, желание. Тут, может быть, знаете, у них, в Европе, это всегда с точки зрения бизнеса, выгоды. То есть, есть фирмы, которые вот за это взялись и стали предлагать потребителю. Вот и все. Да, совершенно верно. И плюс еще государственные преференции есть. И государственная воля должна быть. Да, государственная воля и государственная преференция тем, которые, значит, эти установки и производят, и устанавливают. Потому что газ, это все-таки, когда это кончится, это дорогое удовольствие. Я вас не говорю о том, что вот эти ископаемые, оно кончится, да, не сегодня, а завтра, так сказать, оно кончится. Исчерпаемые запасы и газа, и нефти того же. Еще одна неприятная вещь, связанная с ископаемыми, это то, что, ну, сейчас все аналитики говорят об этом. Да, нефть и газ, там, лет через 30-40, значит, вот разведанные запасы, они будут исчерпаны и так далее. Но при этом у нас много угля, поэтому, вот, причем угля действительно много. И угля его хватит, ну, по разным оценкам, там, лет на 300, на 400 человеческих. Вот. Топливного угля именно. А торф? Ну, торф, он более низкокалорийный. Ну, и торф есть. У нас же много в Псковской области. Много, но этот торф у нас, ведь с торфом не так все просто. Торф, он сырой. Его, этот влажный торф, вначале надо высушить. Высушить, там, сбрикетировать как-то и так далее, да. Ведь, когда наша дедовическая ГРЭС строилась, проектировалась только еще, одна из идей была именно на торфе ее работать. А сейчас она на газе. Тогда начиналось все с торфа. Село, поселок построили. Да, да, да. И там вот эти, эти полистовские, да, болота, по-моему, там собирались добывать этот торф. Но, когда посчитали, что он очень мокрый, его надо как-то там высушить, прежде чем направить в топку, это оказалось нерентабельно. Ну, почему-то вначале сделали, а потом посчитали. Ну, да. Потому что завезли народ, построили дома, узкоколейку проложили. А сейчас это просто заповедник уже. Ну, может и хорошо это заповедник. Да, может и хорошо, если он уникальный. Как отдельная система существует. Говорят, что он такой был 10 тысяч лет назад, в Европе уже такого нет. Когда шел к вам, думал, что сейчас год науки, вы, скажете, в каких-то необыкновенных, что ли, каких-то уникальных разработках, а вы сказали, что газогенераторы не усталели. Да, это то, что в 19-е... Хорошо забытое старое. Ну, а все-таки в год науки, вот ваше научное направление, которое вы занимаетесь, все-таки, какие перспективы? Ну, какие перспективы? Мы, честно говоря, значит, вот, ну, то есть, вот у нас на кафедре есть, конечно, несколько, ну, я считаю, очень интересных идей, даже вот патентно-способных идей, то есть, которые можно патентовать и так далее. В области энергетики. Значит, ну, вот я бы два направления такие выделил. Первое, очень актуальное, как показывает, опять же, экстремальная зима, в том числе в Псковской области, это борьба с гололедом на воздушных линиях электропередач, вот, неделями живут люди, сидят без света, да, значит, и второе направление, ну, сейчас электроника бурно шагает вперед, и фактически сейчас уже можно, экономически это недорого стоит, ну, чуть ли не на, грубо говоря, чуть ли не на каждый столб электропередач, электровоздушной линии, да, повесить по датчику, по микропроцессору, если можно так выразиться, да, который будет контролировать все, режим работы, там, изоляцию, помогать отыскивать место повреждения, там, ну, и так далее, и так далее, да, то есть это уже стало реально, если еще, там, 20-30 лет назад это было на уровне фантастики, потому что элементная база не позволяла это сделать, то сейчас элементная база это позволяет сделать. Но понятно, что, чтобы довести вот эти разработки до ума, нужны две вещи. Первая вещь, это, безусловно, патентование таких вещей, потому что, ну, как бы мы делали патентный поиск самостоятельно, и это вещи патентноспособные, то есть не хотелось бы эти идеи, ну, скажем так, продавать, да, просто так, да, ну, в смысле отдавать просто так. Но здесь упирается во что? Вот странная позиция, странное законодательство, когда я для того, чтобы, например, получить патент, должен заплатить примерно 30 тысяч рублей, вот, за то, чтобы получить этот патент. А потом еще ежегодно платить, как бы, ну, государство, пошлины, это государственные, это не частным каким-то компаниям, это государственные, так сказать, пошлины и так далее, да, ежегодно еще платить, там, около тысячи рублей за поддержание этого патента. Ну, что я его являюсь владельцем, да, это мое и так далее, никто не может на него покуситься. Вот таково наше сегодняшнее законодательство. Ну, зная наши зарплаты, ожидать, что, значит, вот автор там какого-то изобретения или какой-то хитрой идеи вот так вот из кармана пойдет, 30 тысяч выложит просто так, значит, это маловероятно. То есть, как это делается вообще, это нужен серьезный инвестор, серьезная фирма, да, в которой, ну, пригласили работать этого специалиста и оформляется патент, владельцем этого патента, ну, понятно, становится фирма, но она оплачивает все вот эти расходы, да, то есть это вот первый момент, связанный с патентованием. Так, а что мешает? А где эти вот инвесторы, которые стоят с пачками денег и говорят, ребята, давайте. А государство? Вот, государство. Государство как раз и приняло такие законы. А, государство приняло законы? Да, приняло такие законы. Да, хочешь получить патент, заплати денежку и его получишь. Может быть. Это же не факт, что ты его получишь, если, там, то есть могут и не дать патент, если найдут там какие-то недочеты, да. Первый момент. Второй момент. Ну, научная школа всегда и отличалась тем, что нам нужно, мы можем вот у себя где-то на столе в лаборатории создать некий макет, да, там, так сказать, там, опытный образец, проверить какую-то идею и так далее. То есть от вот этой опытного образца или макета до готового изделия, которое уже пойдет в промышленность, ну, достаточно длинный путь, и в том числе путь, за который кто-то должен заплатить, да, дать деньги на это, на эту вот эту разработку и доведение ее до ума. То, что было, опять же, в Советском Союзе, когда в бюджете любого предприятия была строка внедрения новой техники. Там сколько-то процентов, да, значит, и тогда все предприятия области, они активно сотрудничали, в том числе с высшей школой, заключали хоздоговора, значит... И с вашей кафедрой тоже. В том числе с нашей кафедрой, да, значит, у нас было много хоздоговоров, и мы, ну, что-то делали полезное, да, значит, совместно с этими предприятиями. И предприятия отчитывались, что они внедряют новую технику. То есть, это все требует финансирования. Сейчас, ну, в условиях рыночной экономики, значит, надо найти какого-то инвестора, как бы заинтересовать каким-то образом его, да, чтобы у меня есть какая-то прорывная идея, вот, дай денежки, значит, мы под эти денежки, там, сделаем то-то, то-то и так далее. Вот, значит, ну, а инвесторы, согласитесь, заинтересованы в быстрой отдаче. Они, может быть, и есть эти инвесторы, но они заинтересованы в окупаемости, в том, что эта идея окупится, там, через год, через два, через три, но так не бывает. При внедрении новой техники, разработки, это должно пройти 5 лет, 7 лет, 8 лет, до, вот, идеи благотового изделия, вот. То есть, опять, мы говорим, надо было государство, но государство поставило препоны законами. Да, ну, не, у государства препоны только в части, вот, патентования. Патентования. Да, и это произошло в 92-м году, когда отменили тот советский закон об изобретениях, да, и вот. Это еще 92-го года. То есть, сделали хуже. Хуже, разумеется. Вот, значит, ну, вот, еще один момент, я говорю, вот. Когда прошел слух о том, что в Псковской области под модернизацию электрических сетей там будут выделены приличные деньги из бюджета, там речь идет о нескольких миллиардах рублей, мы, в общем-то, так надеялись, да, что, ну, наши, скажем, псковские электрические сети и так далее, они нас прекрасно знают, потому что там и много наших выпускников работает, и они у нас участвуют в защитах дипломников наших в качестве, и членов комиссии, и там наши студенты практику проходят, то есть, вот эта, ну, взаимосвязь вот такая есть. Они о нас знают, и знают, чем мы дышим, там, чем мы занимаемся, да. Ну, казалось бы, да, пришли бы и сказали, ребята, вот нам тут дают много денег, да, давайте вот, что у вас есть нового, что у вас есть интересного, может быть, мы что-то вот на уровне Псковской области... А у вас есть? У нас есть, да, что-то профинансируем, да, выделим там какие-то денежки под разработку, пусть там Псков, значит, Псковская область, Псковская электрические сети станут, ну, не знаю, пилотным регионом, мы там это потом везде, так сказать, будем хвастаться этими событиями, да, вот, ну, думаю, что нет, то есть, никто к нам не пришел, но, может быть, еще придут, то есть, пока, вот, не так давно вы эти деньги пообещали, вот, но в основном-то получается, что, вот, опять же, прозвучала цифра, которая тревогу вызывает, в том, что, ну, вот, электрические сети изношены на 70%, где-то, вот, из-за такого-то чиновника, я это слышал у нашего Псковского, да, но это значит, что мы начнем ремонтировать, да, вот плохой участок электролинии, заменим его, да, значит, вот там падает опора покосилась, заменим, какая там наука, никакой науки, да, то есть, вот, будем затыкать дыры, латать, и, ну, хорошо, если, значит, с толком потратим эти деньги и обновим электрооборудование, но о том, что какие-то прорывные технологии в области энергетики, современные, интересные идеи, да, значит, не знаю, пока, вот, не слышно. Но провинциальная наука, ну, слово такое, может, не хорошее, провинциальное, но то, что происходит в регионах, она ведь много, наверное, потеряла, да, вот, за последние 20 лет, потратили связи, да. Да, потеряла именно из-за, вот, разрыва вот этих связей с промышленными предприятиями. Да, 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 да. Непродуманные законы. Да, из-за разрыва связей с промышленными предприятиями. Вот, потому что предприятия тоже сейчас, ну, они все, так сказать, на рыночных рельсах, да, их цель либо выживать, либо зарабатывать, да, так сказать, и вкладывать свою прибыль в какие-то долгосрочные научные проекты, ну, бизнесмену, наверное, не очень интересно, да, ему вот надо и сейчас, и сегодня, да, поэтому ему, может быть, проще купить уже готовое что-то в той же Италии или Германии, чем обратиться там к местным ученым разработать. Или в Китае. Да, или в Китае, да. А молодежь идет в науку, вот, к вам? Идет, идет, в науку идет. У нас есть талантливые студенты, у нас есть талантливые студенты, есть хорошие ребята, да. Ну, нельзя сказать, что их много, но их и никогда много, и их много никогда и не было. Есть хорошие ребята на разных курсах, в том числе, вот, ну, ребята те, кто себя, вот, как бы, на уровне бакалавров проявил, зарекомендовал, они идут в магистратуру практически 100%, продолжают там какие-то научные темы, то есть, есть, молодежь есть, ну, поэтому, вот, в плане выращивания новых ученых, оно не все так плохо, да, не все так плохо. Потому что всегда будут люди, которым наука интересна. Да, 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 интересно не только там заработок, так сказать, но и идея, да, идея, вот, и так далее, есть такие ребята. Спасибо, Владимир Михайлович, за разговор, а я желаю нашим радиослушателям хорошего дня, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова